МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АККУ. Такое имя носил первый в Астане частный институт, созданный 10 лет назад группой энтузиастов. И хотя расшифровка аббревиатуры названия не имела ничего общего с белым лебедем, Евразийский гуманитарный институт, так он называется сегодня, в полной мере выдерживает сравнение с этой прекрасной, гордой и благородной птицей. За эти годы Яги стал добрым домом для студентов и преподавателей, которые, впрочем, часто величают его храмом науки и радости. И это справедливо. Изменив название, Яги остался верен своему главному принципу. Достойное образование – ключ к достойной жизни. И все 10 лет успешно воплощает его в реальность. Идея создания негосударственного вуза зародилась еще в 1992 году. Три года понадобилось, чтобы эта мечта стала явью. В 1995 году была получена лицензия и состоялось зачисление первых студентов. Их было всего 68 человек. Рождение нашего института совпало с первыми годами становления независимого суверенного Казахстана. Это было время, когда требовались новые специалисты, новые компетентные специалисты. Думаю, что сегодня мы можем говорить о наших успехах. Наш вуз состоялся, наши выпускники востребованы. Мне бы хотелось всем нам, всему преподавательскому коллективу, всем нашим студентам пожелать дальнейших успехов, творчества в работе, взаимной поддержки, душевной чуткости друг к другу, чтобы мы все с радостью встречались здесь, в стенах нашего Евразийского гуманитарного института. Первый негосударственный вуз Астаны, тогда еще Акмалы, поставил себе цель стать образцовым и добился этого. В 1998 и 2004 годах Яги дважды успешно прошел аттестацию, а в 2001 году государственную аккредитацию. Институт сегодня имеет лицензию без ограничения срока действия. Это говорит о высоком рейтинге вуза и качестве обучения. Яги начинал обучение всего по трем специальностям – финансы и кредит, история и право, иностранная филология, а сегодня он осуществляет подготовку специалистов по 13 специальностям – экономического, педагогического и юридического профилей. Это стало возможным благодаря ставке на высококлассных преподавателей, считает первый ректор Яги Султанбек Оспанов. В первые годы своего существования учредителем нашего института выступил евроистский, тогда он назывался Акмолинский университет имени Сакена Сифулина. Ну, конечно, он оказал мощную поддержку в становлении института Акфу. Это материальная база, это лучший преподаватель университета. И мы взяли все лучшее из того, что было наработано этим вузом за многие годы. Я думаю, что благодаря такому серьезному подходу к деятельности вуза мы смогли выставить, развиваться на рынке образовательных услуг. Я думаю, что каждый год шаг за шагом мы передвигаемся к этой цели – готовить конкурентоспособных, хороших специалистов. Яги готовит высококлассных юристов, экономистов и педагогов, которые получают дипломы государственного образца. Студенты имеют возможность обучаться на очном и заочном отделениях, на государственном и русском языках, а также в сокращенные сроки получить второе высшее образование. Мощный профессорско-преподавательский состав, прекрасная материально-техническая база, широкие международные связи, привлечение специалистов из аппарата президента, Сената и мажориса парламента, министерств и ведомств республики позволяют организовать учебный процесс на высоком уровне. Диплом Яги высоко котируется в республике и за ее пределами. Поэтому выпускники института успешно работают на государственной службе, в крупных частных структурах и успешно ведут свой бизнес. За годы учебы в Яге я ни разу не усомнилась в правильности выбора именно этого вуза, потому что политика вуза состоит в том, чтобы формировался лучший потенциал нашей страны, то есть подготовки высококвалифицированных специалистов. В институте пять выпускающих кафедр. Кафедра педагогики существует с момента создания института и является наиболее важной в его структуре. Ведь помимо педагогических, здесь сосредоточен и весь цикл социально-гуманитарных дисциплин. А главное, здесь готовят учителей, которым предстоит воспитывать и учить юных граждан Нового Казахстана наше будущее. Кафедра педагогики имеет свою научную лабораторию, где отрабатываются и внедряются инновационные технологии, а также работает филиал Института повышения квалификации для учителей города и Акмолинской области. Яге – один из тех немногочисленных вузов страны, где готовят профессиональных педагогов, потребность которых сегодня очень велика, особенно в сельской местности. С 1998 года работает в Яге кафедра экономических и математических дисциплин. Здесь готовят современных управленцев, финансистов, специалистов в области информационных систем для всех отраслей экономики. Ее выпускники получают надежную путевку в большую жизнь. Я выбрал именно этот вуз, потому что была небольшая оплата, невысокая сравнительно, и, конечно же, коллектив опытных преподавателей, которые зарекомендовали себя в этом городе очень с хорошей положительной стороны. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания. Внедрение современных педагогических технологий и новых методов обучения – то, без чего сегодня не обойтись. На кафедре казахской и русской филологии активно применяются элементы интенсивного обучения и народной педагогики – ролевые игры. Организуется проведение недели родного языка, проводятся литературные вечера, участники которых знакомятся с национальной историей, обычаями, традициями, литературой и искусством. Эффективно и творчески работает кафедра иностранных языков. Преподаватели активно используют в своей деятельности оксфордскую и кембриджскую методики преподавания языков. Особое место отводится использованию технических средств обучения. Специально оборудованные кабинеты иностранного языка, лингофонный компьютерный класс, создание атмосферы общения, коммуникативной среды – всё это повышает эффективность учебного процесса, а учебная и производственная практика в Президентском центре культуры, городском архиве, специализированных школах-лицеях делают его ещё насыщенней и интересней. Очень много слышала об этом институте, и я знала, что именно здесь хорошая база английского языка, а вообще, что институт славится дисциплиной и порядком. И сейчас я уже учусь здесь второй год, и я не раз убедилась в том, что я сделала правильный выбор. Кафедра государственно-правовых дисциплин, существующая с 1999 года, готовит юристов-профессионалов. В её активе опытные преподаватели и хорошая учебно-материальная база. Зал судебных заседаний, специализированный кабинет основ права, кабинет криминалистики, оснащённый по всем правилам. Поэтому при изучении криминалистики и криминологии используются специальные технические средства, микроскоп, образцы холодного и огнестрельного оружия, фототаблицы, аудио- и видеозаписывающие устройства и многое-многое другое. Особое внимание в ЯГИ уделяется при общении студентов к новым информационным технологиям. Институт подключен к сети интернет, единая локальная сеть объединяет несколько десятков компьютеров. Читатели библиотеки имеют возможность работать с электронным каталогом, разработанным, кстати, самими преподавателями, электронными учебниками и методическими пособиями. Библиотека ЯГИ насчитывает около 103 тысяч книг, учебно-методической литературы, периодики и других изданий. Фонд регулярно пополняется по заявкам студентов и преподавателей. Сотрудники библиотеки организуют тематические выставки, выставки новинок литературы. Отдельно представлена выставка научных трудов преподавателей института. Кстати, ЯГИ берёт расходы по изданию на себя. Это освобождает учёных-исследователей от множества проблем и стимулирует организацию научно-исследовательской деятельности в институте. ЯГИ и здесь обогнал многих. Ежегодно в институте проводятся научно-практические конференции, симпозиумы, круглые столы, научных работников и преподавателей. Активное участие в этом принимают и студенты вуза. Оқу білім осы процестерді искасыруда ғылыми зерттеу жұмыстарының маңызды түзір. Себебі, жас мамандарды дайылау үшін біздің оқытушылардың біліктілік жоғар бұл өрек. Сонтан осы институтта ғылыми жұмыстарға өтіп өлің өлің өтіп. Бұны сонғы үш жылдың үшінде біздің институтта екі республикалық ғылыми практикал конференция, екі қалқаралық ғылыми теориялық практикал конференциер өтті. Бұған тек қана астана қыласемес, соным бірге басқа алысыз жақын шетелдердің ғалымдары қатысы батыр. Соным бірге біз Өшлің өтіп түсінне Особо хочется отметить, что при Евразийском гуманитарном институте открыт специализированный диссертационный совет по защити кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Издается научный журнал «Вестник Яги». Ежеквартально выходит свет газета «ЖАЗ УРПАК», которая делается силами студентов и преподавателей и пользуется большой популярностью. Сынан 34 адам диссертация қорғады. Кұрағандардың ішінде 4 мектеп директорі бар. 8 адам құрағаның кейін кәзір жоғарға қорындарында кафедер мен көлшілер болып істеп жұр. Ек адам қазақ академиясында институт директорлер болып істеп жұр. Ягы нередко называют народным институтом. Наверное, потому, что здесь очень бережно и внимательно относятся к каждому студенту. А предоставление льготы гибкой системы оплаты за обучение, подготовка по государственным грантам и кредитам, а также грантам института позволяет учиться юношам и девушкам из разных социальных слоев. Немногие вузы сегодня строят для своих студентов общежития, а я гипостроил. И с марта 2003 года общежитие на 120 мест радушно принимает своих обитателей. Уютные комнаты, оснащенные всем необходимым, светлые рекреации, где можно и позаниматься, и пообщаться с друзьями – все это дом студента. Здесь же работает студенческое кафе, где можно вкусно и недорого пообедать, провести студенческую вечеринку. В Вечтоне говори о студенты народ веселый, а в Яоги тем более. Недаром периодический институт получает звание «самый активный вуз столицы». Насыщенная спортивная программа, проведение недели единства молодежи, встреча двух поколений, самый главный праздник – посвящение в студенты, традиционная встреча Нового года. Евразия встречает на Урыс, веселый фестиваль Хэллоуин. Жизнь здесь кипит и переливается радужными красками, так, как это присуще студенческим будням и праздникам. Десять лет в истории Яоги – это не так уж и много, но и немало. Позади семь выпусков, а это 1820 специалистов. Среди них закончили Яоги с отличием 166 человек. Евразийский гуманитарный институт по решению экспертного совета Высшего института бизнеса и управления Швейцарии в 2004 году был удостоен золотой медали за безупречную деловую репутацию. Это высокое международное признание. Поэтому, отмечая свой первый юбилей, Евразийский гуманитарный институт прежде всего думает о будущем. Перед нами стоят большие задачи. Современное развитие образования движется по тем направлениям. Это реализация непрерывности образования, фундаментализация образования, гуманизация и гуманитаризация образования, информатизация общеобщества и образования в том числе. И, кроме того, сейчас очень большое внимание уделяется применению инновационных технологий. То есть попытки применить новые знания в практической деятельности и добиться определенных успехов. Вот в этом направлении, если говорить о перспективах развития нашего УЗА, мы движемся. Наши кафедры возглавляют известные ученые-педагоги, доктор педагогических ног профессора Абды Каримов, доцент Волкова Людмила Васильевна, Саницкий Юрий Борисович, Мамадил Хайрат Асалбекович, Абишев Хабаславит Азимбаевич. То есть это люди, которые известны в своих областях деятельности в Казахстане, в высшей школе. Наша мечта – это создать такой образовательный комплекс, который бы дал возможность готовить специалистов всех уровней. Мы все работники высшей школы и вообще не мыслим себе за пределами ВУЗа. Поэтому я думаю, что сейчас самое главное – это дать достойное качественное образование. На одном из праздников посвящения студенты прозвучали очень точные слова о Евразийском гуманитарном институте. Евразийский, потому что он в центре Европы и Азии. Гуманитарный, потому что он учит любить и понимать все народы Земли. Учит быть гражданином мира. Что добавить к этому? Остается только пожелать Евразийскому гуманитарному институту встречать новые юбилеи новыми успехами.